Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Людмила Мандель, я онлайн-преподаватель английского языка. И сегодня я хочу поделиться с вами 10 классными фразами из лучших фильмов для изучения английского языка. И первая фраза, которую вы наверняка слышали много раз, и она звучит практически в каждом фильме. Она звучит как «Are you kidding me?» То есть ты смеешься надо мной, когда человеку кажется, что над ним подшучивают, когда человеку кажется, что то, что ему сейчас говорят, этого не может быть. И он реагирует вот таким вот образом. Are you kidding me? Вторая фраза звучит как «It's a win-win». В основе ее лежит шикарная идиома. A win-win approach – это подход, когда выигрывают обе стороны в переговорах, например, две стороны. A win-win – это когда заключается такое соглашение, которое выгодно и одной, и второй стороне. Но win-win – это не только про переговоры, про какие-то соглашения. Это про нашу с вами повседневную жизнь. И если вы с другом, например, решаете, куда поехать отдохнуть, и ваш друг хочет в одно место, вы хотите в другое, а потом вы находите как-то компромисс и решаете, что, например, так, ты хочешь у моря, вот давай мы первую половину дня будем у моря, а вот вторую половину дня мы посвятим экскурсиям, потому что я люблю достопримечательности смотреть, не люблю сидеть на месте. То есть «It's a win-win». Если изначально один хотел достопримечательности осматривать, а другой хотел только на пляже лежать. То есть это подход, когда выигрывают все. It's a win-win approach. Либо просто очень часто в фильмах вы услышите фразу «It's a win-win». То есть это такое взаимовыгодное решение. Следующая фраза, которая тоже мега частотна, и мы изучали ее со студентами как шаблон, звучит как «What's wrong with you?» «Что с тобой случилось?» «Что не так?» «Что вообще с тобой происходит?» Следующая фраза, которая очень часто тоже встречается, мы ее встречали в фильме «Стажер» «The Intern» с Робертом Де Ниро и Энн Хэдвей. И не только, она и в «Блондинке в законе». И она звучит как «I'm positive». «Я уверен». То есть вот это, будьте внимательны, друзья, «I'm positive» – это не значит «я позитивный», это значит «я уверен». «I'm positive». «I'm sure». «I'm 100% sure that it's there, for example». «I'm positive». Очень хорошая фраза, имейте ее в виду. Then, it was worth it. Еще одна фраза, которая в разных формах звучит практически в каждом фильме и диалоге, разговоре, звучит как «It was worth it». «Оно того стоило». Но эта фраза вполне может быть и часто встречается в форме настоящего времени. «It's worth it». «Оно того стоит». «It's worth doing something». «Стоит что-то сделать». Очень хорошая фраза. В основе ее тоже лежит шаблончик, но я вам рекомендую для начала запомнить ее как есть. Либо в настоящем времени «It's worth it». «Оно того стоит». Либо «It was worth it». «Оно того стоило». Следующая фраза, фраза «вопрос». Естественно, во фильмах, в большинстве фильмов много диалогов и вопросы, есть частые вопросы, которые звучат практически в каждом диалоге. И один из таких вопросов звучит как «What am I supposed to do?» «Что же мне теперь делать?» «Что же мне теперь делать?» То есть этот вопрос предполагает, что человек запрашивает совета. «Что же мне делать?» «What am I supposed to do?» Конечно же, в основе лежит вот эта конструкция «to be supposed to do something». «What am I supposed to do?» «Что же мне теперь делать?» Очень хороший вопрос, очень-очень частый. И обязательно возьмите его себе на заметочку. Следующая фраза, в основе которой тоже лежит идиома, звучит как «I have nothing to do with that». Это значит «я не имею к этому никакого отношения». «I have nothing to do with that». То есть «я на эту ситуацию никак не влиял», «я к ней отношения не имею». «Я тут ни при чем». «I have nothing to do with that». Очень хорошая фраза. Тоже запомните ее, если вы ее еще не встречали, и используйте ее в своей речи. Еще одна фраза, близкая к предыдущей, звучит как «I have nothing to say». В основе лежит шаблон. «I have nothing» – «у меня нет ничего, чтобы сказать». Ну, если дословно. Так, то есть «мне нечего сказать». «I have nothing to say». «Мне, например, некуда идти». «I have nowhere to go». Или «мне, например, нечего делать». «I have nothing to do». «Мне нечего читать». «I have nothing to read». И так далее. То есть вы можете видоизменять этот шаблончик. Классная фраза. Тоже берите ее себе на вооружение. Еще одна коротенькая фраза, но, вы знаете, я ее помню еще с институтских времен. Она была короткой, звучной, интересной. Когда я ее первый раз услышала, я не сразу поняла, что она значит. «Time is up». «Time is up». Либо можно сказать «my time is up». «Мое время закончено». То есть время закончено. «Time is up». «Время истекло». Поэтому эту фразу мы встречаем с вами в фильме «The Holiday» «Отпуск по обмену». Прямо сейчас у нас со студентами проходит курс по этому фильму. Фильм потрясающий для изучения английского. Один из самых лучших, с которыми я вообще сталкивалась. И вот там звучит эта фраза. «My time is up». Помните, когда два главных героя, Грэм и Аманда, беседуют в ресторане, они узнают друг друга поближе, задают друг другу вопросы. И Аманда засыпала Грэма вопросами, а потом он говорит «Well, my time is up». «Все, мое время окончилось». «It's your turn». «Теперь твоя очередь». Очень хорошая фраза. Возьмите ее себе на заметочку. И еще одна фраза, в основе которой лежит шаблон, звучит как «I have no idea how to do that». Это практически в каждом фильме встречается, в каждом фильме, в каждом разговоре. «I have no idea how to do that». «Я понятия не имею, как это делать». «Понятия не имею, как что-то сделать». В основе этой фразы тоже лежит шаблончик, поэтому вы можете видоизменять ее как вам угодно. «I have no idea where to go», «I have no idea how to read this book», «I have no idea how to do this work», «I have no idea who did this», and so on. То есть вы можете ее видоизменять. Попробуйте, прямо сейчас сделайте это, потренируйтесь, попрактикуйтесь. Помните, чтобы эти фразы ожили у вас на языке, чтобы вы могли использовать их в устной речи, нужно их прожить, нужно их проговорить, прозвучать много-много раз. То есть вам нужно повторять и повторять эти фразы. Если в основе лежит шаблон, построите несколько своих предложений с этим шаблоном. И, возможно, уже в ближайшее время у вас получится узнать, выловить эти фразы в речи носителя языка, а может быть даже блеснуть ими и по-хорошему удивить носителя своим классным английским. На сегодня все, друзья, с вами была Людмила Мандель, спасибо вам большое за внимание, мы с вами увидимся и услышимся совсем скоро в следующем видео. До встречи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok